Приветствую вас, аноним. Ваш вопрос заключается в том, что когда вы напряжены, то что с вами происходит и между вами и окружающим миром видится вам в одном ключе, а когда вы расслаблены, это все видится вам в другом ключе, и это нормально. Вас беспокоит то, что проблемы, ваши проблемы, болезни, проблемы самочувствия в расслабленном состоянии воспринимаются иначе, чем напряженным. Это тоже нормально, потому как в расслабленном состоянии человек отдыхает, и когда он отдыхает, то естественно все тревожящие его факторы отходят на второй план, потому что на данный момент ему хорошо. И это не значит, что вы перестали о себе заботиться, это значит, что вы действительно отдыхаете. Важнее, немножечко другое, что вы как бы мечетесь между состоянием напряжения и состоянием расслабления. Но у вас как будто бы, первое, вам не подчиняется, второе, как будто бы друг другу противостоит, то есть эти два состояния, они как будто бы друг другу противоречат. На самом деле, оба состояния, мне кажется, друг друга сменяются тогда, когда вам этого хочется, а не когда это, так сказать, самопроизвольно, если можно так выразиться, произойдет. Вот вы говорите о напряжении и о расслаблении так, как будто от вас ничего не зависит. И вы говорите о напряжении своем и о расслаблении так, как будто это стихийное бедствие, например, дождь или землетрясение или ураган, хотя на самом деле это зависит от вас. И не сложно догадаться, что состояние напряжения для вас что-то вроде работы, что-то вроде уроков, что-то вроде неизбежного зла, а состояние расслабления для вас это что-то вроде, ну, отдыха, что-то вроде подарка, что-то вроде пряника, и вы здесь уже начинаете хитрить. Поскольку напряжение у вас возникает самопроизвольно, хоть вы об этом прямо и не пишете, но я предположу пока, что напряжение возникает у вас самопроизвольно. Вы можете хитрить и играть, например, где-то у глубины души. Понимая, что заботиться о себе нужно и беспокоиться о себе нужно, вы, зная что напряжение рано или поздно возникнет, а вы можете перемещать всю ответственность, весь объем действий по заботе о себе, по защите себя в этот вот период, период, когда вы напряжены. А все, самое приятное для вас, вы можете перемещать в другой период, период, когда вы расслаблены. Но, когда вы расслаблены в этот период, у вас в глубине души есть ощущение, что я должен все равно быть напряжен. И это ощущение вызывает у вас вопрос, который вы задаете. Мы не должны заботиться о своем здоровье и почему в этом состоянии, в состоянии расслабления я воспринимаю все иначе. Хотя, я думал, что если бы вы не хотели восприниматься иначе, то вы бы не воспринимали. Если бы вы управляли своими состояниями, понимаете, такая штука. Поэтому здесь, по сути, вы, мне кажется, запутались в таком бегстве от себя. Для того, что состояние нервного напряжения, это ведь бегство. Это бегство от себя. К счастью или к сожалению, но это бегство. Это бегство от себя. И, на мой взгляд, до тех пор, пока вы будете от себя бежать, Ну, мне кажется, ничего хорошего из этого получить не может. Потому что, говорите вы, по факту, сейчас, о, уже, а, ну, уже, а, последствиях. Понимаете-ка, вы говорите уже о последствиях, эм, того, что, эм, ну, грубо говоря, эм, с вами с вами, э-э-э, ну, происходит. Вот. А, на самом деле, на самом деле, э-э-э-э-э, речь идет про изначальную причину, которая вводит вас, да, в это состояние, которое вы называете нервным напряжением. И, как это ни парадоксально, но у этого есть свои причины, если вы понимаете, что я имею ввиду, конечно. Вот, примерно, такой ответ я мог бы вам дать. Значит, вот было состояние нервное напряжение, когда наступило расслабление, мое состояние осталось непривычно. Да, всё верно, потому что в состоянии напряжения требуются одни ресурсы и востребованы одни мышцы и одни, как бы, силы. А состояние расслабления другие. И я бы сказал, что в состоянии напряжения человек больше... как бы склонен всё контролировать. От состояния расслабления склонен больше реагировать на всё более искренне. вот. Вы склонны всё контролировать? Ну, скорее всего, потому что так... Легче. Вот. Но это отнимает очень немного... ...эм... 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 ...силу, энергию. Вот. Это отнимает очень много ресурсов. Я думаю, что часть из-за желания всё контролировать... ...эм... 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 постраивать под себя. Вот. Вам нужно просто принять себя. Такой вы есть. Какой вы есть точнее. Вот. И все. Для этого нужно понять, а какой вы. Понимаете? А этого, я думаю, вы избегаете. Избегаете и отсюда вот потребность спрятаться, как контроль это бегство на самом деле. Вот так, я думаю, можно вам ответить. Ну, то есть задача психотерапевта здесь помочь вам сделать так, чтобы состояние напряжения и расслабления, вот, сменялись тогда, когда хочется вам, а не когда это происходит извне. Потому что иногда действительно, значит, нужно напрягаться, но иногда нужно расслабляться. И важно делать это тогда, когда хочется вам, а не, к кому-то другому. Или миру. Вот. Только сам принцип управления этим, управления реакциями, реакциями. Вот. Он здесь происходит не от контрола, а от вашего внутреннего состояния, от того, что вам хочется. Вот. Того, что вам важно. Ну, например, там. Ну, вот. Наверное. Наверное. Примерно. 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 Примерно так. Я бы. Сказал бы. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Действительно, мне кажется, очень сильно себя вважал и очень сильно себя перекрутили. Вот. И, конечно, вот такое состояние кажется вам, если не без причин, вот, то чем-то, что вы не можете изменить. Вот. И беспокойтесь, если вы не о том, как скорректировать раздействие этих состояний, а то, что из-за них вы можете себя там, грубо говоря, запустить. Вот. Это показатель того, насколько полно и цельно вы себя видите. Вот. На мой взгляд, ну, на мой взгляд, к сожалению, вы себя видите далеко не совсем полной. Вот. Может быть, задача психолога, да, задача психотерапевта как раз в том и заключается, чтобы показать вам себя. А дальше уже вы могли бы сами решить, чего вам хотелось бы или что вы могли бы там грубо говоря, сделать, грубо говоря, ну, сделать, вот, с этим. Ну, вот, так, задумаю, задумаю. Это, это, было бы, ну, профессионально с точки зрения, вот, именно, ну, именно с точки зрения профессионального. О, профессиональной психотерапии. Вот. Очень важно, чтобы вы решали сами сами, а не чтобы, как бы решал кто-то за вас и говорил о том, что вы хотите, чтобы вашу психологическую проблему решили. Я с одной стороны вас понимаю, но с другой стороны поймите, пожалуйста, что психологическую проблему свою вы решите сами, как будете решать дальше их. Задача психолога просто показать вам, как можно решать вашу проблему, ибо вы не одинок в этом. У всех у нас есть психологические проблемы. Это нормально. Просто не умеете с ними справляться. Вот. Дальше. Что проблемы, а что не проблемы, опять же, считать только вам. И проблемы, как правило, то, что беспокоит, что посягает на целостность, на комфортность, на свободу, что нарушает личные границы, что неприятно, что болезненно и так далее. Вот. Поэтому тут вот тоже есть, так сказать, потенциал для дифференцирования, для изучения того, о чем вы говорите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на вашу обратную связь. Продолжение следует... Продолжение следует...